Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем наш урок в понедельной главе Шаббат Шалом И у нас 74 западе, как мы уже говорили И продолжаем мы разбирать Не притесняй наемника бедного, нищего пришельца И говорится, что нужно отдать плату пришельцу, бедному, сыроке, вдове кто бы тебе не работал до утра До захода солнца Вот так, до захода солнца То есть, здесь не говорится конкретное время, имеется ввиду, что когда ты сказал, что у вас зарплата ты ее должен выплатить Может человек выходит работать ночь до того, как солнце выйдет, какой договор есть надо это выполнять не может и воспользоваться этими деньгами как бывает у нас в жизни что предприятие решило зарплату отдать работникам позже что-то с этой зарплатой сделает прокрутить ее в банке на каких-то условиях кто в этом хорошо понимает и люди страдают и люди страдают от этого то есть, Тора это четко запрещает вовремя зарплату отдать потом есть закон, что не может умертвлен быть сын за отца или отец за сына вот такой закон суд не имеет права наказать сына за грехи отца это исключено значит да, но мы с вами читаем что Всевышний припоминает вину отцов или детям и внукам третьим и четвертого поколения да, но это же не земной суд и только Всевышний знает, как ведется какая справедливость всех сторон земной суд не может так определить и наказать сына из-за грехов каких-то которые совершают его родители отец отвечает за свои грехи сын отвечает за свои грехи ни в коем случае один другого не касается вот так потом говорится закон что нельзя искажать закон для пришельца сироты и вдовы и не бери в залог одежду вдовы то есть эти люди особо выязвимы они слабо защищены и Тора пишет если это вдова вообще в залог одежду взять не можешь у другого человека это может взять в залог одежду и то Тора пишет что ты должен вернуть до захода солнца на чем будет он спать то есть а у вдовы вообще никак не может взять в залог чтобы не обидеть вдову мы уже с вами говорили что Всевышний пишет что если вы так будете поступать то ваши жены станут вдовами а дети сиротами поэтому вы должны особо щепетильно относиться к незащищенным категориям людей потом говорится закон о снопе если ты забыл на поле сноп пшеницы то ты не можешь вспомнил и вернуться забрал его нет Всевышний говорит пришельцу сироте вдове остав это даже ты ехал на телеге уже вез сноп он упал где-то по дороге не подбираешь если это разобрать глубоко есть такой трактат Мишин там разбирается край поля который мы не дожинаем оставляем этот участок и так далее много этих законов разбирается но факт то что мы это должны оставлять этот сноп и написано что оставшихся ягод виноградники не подбирай опавших ягод то есть есть виноград собираем виноград опалить эти ягоды подбираем мы можем только взять хороший товарный урожай что касается некрасивых гроздей или опавших ягод мы не прикасаемся к ним мы оставляем для бедной сироты вдовы для животных для кого угодно то есть мы не берем берем только товарный урожай с поля такой закон упала значит упала значит если будут люди судиться в каких-то вопросах и суд должен вынести решение и наказать виновному но есть грань наказания значит написано что 40 ударов может дать виновному не более чтобы не был унижен брат твой наши мудрецы постановили максимальное число ударов 39 чтобы случайно не перешагнуть за эти 40 и тогда будет нарушена заповедь Торы и унизить человека это очень плохое дело Тора всегда заботится о людях в этом плане поэтому вот так вот потом заповедь есть незакрытая рта быку когда он молотит то есть очень серьезная заповедь чтобы на животном не издевались то есть естественно что бык если молотит он должен кушать что-то а ты ему закрыл рот это полное издевательство с животным всевышний заботится об этом к животным отношение самое лучшее то есть если допустим животное у тебя работает то в субботу оно так же отдыхает как любой человек хоть он кем бы он ни был еврей не еврей кто у тебя в доме живет отдыхает все и люди и животные рабы все-все отдыхают вот так вот и если ты возьмешь и отдашь животное кому-то в аренду у меня же субботу не работают нет отдал в аренду к соседу который не еврей он может на нем работать и ты нарушишь очень серьезное поставление Торы ни сход твой не может работать это же твое животное вот потом написано живут братья вместе и один из братьев умирает и у него нет детей у него есть жена но детей у него нет он умер то второй брат должен жениться на его вдове чтобы восстановить имя брату и мы это уже с вами читали мы это знаем что Ягуда родил трех сыновей Эра на Найшел после этого когда они выросли он женил Эра взял ему жену зовут ее Тамар и Эр не давал жене забеременеть Всевышний умертвил теперь получается что на его жене должен жениться второй сын Анан он женился Анан знал что семя будет дано не то есть имя будет не его то есть этот ребенок который родится будет ребенок брата числится так он не давал семя Тамар сбрасывал на землю пишется Всевышний умертвил так же его то есть мы видим как это работает потом Игуда не дает своему третьему сыну Шелле свою невестку подумал может умрет и он мы это знаем почему эту историю что у нас с нами произошло но факт тот что это очень серьезная серьезная вещь даже до дородования Торы Игуда уже об этом заботился то есть человек должен жениться первый ребенок будет его потом мы смотрим значит входим мы в Египет в Лаве Вайгаш и написано что у перца это тот перец который родился от Игуды у Тамар родились два сына Хетсрон и Хамуль наши мудрецы пишут что это за дети они считаются как восстановленными восстановлением имя своих братьев Эра и Анана то есть Игуда же не мог восстановить имя своим детям только брат может восстановить отец не может восстановить но получилось так что теперь у Игуды сыновья перец и Зерах и вот сыновья перец Хетсрон и Хамуль которые уходят с нами в Египет вот они как бы сработало это они как перевоплощение Эра и Анана это я прочел комментарий Санчина такое есть то есть это заповедь важна человек а человек говорит я не хочу на ней жениться не хочу убрать свою невестку себе в жены и тогда пишется что она обращается в суд и суд и суд говорит что надо снять с него башмак она должна снять башмак плюнуть ему в лицо пишется ну и будет он унизительным называться именем его дом будет за дом Разутова вот так вот потому что он не дал восстановить имя брату своему то есть очевидно мы в этом не разбираемся сильно но душа этого умершего брата могла вселиться в этого ребенка наверное я это не разбираюсь ну так можно понять вот так вот значит это одна из заповедей да то есть жениться на вдове брата потом интересно если мужчины будут драться и жена одного из них возьмет и во время драки чтобы спасти своего мужа схватит его соперника за срамные места то говорится что отсеки ладонь в прямом смысле наш мудрец говорит не надо понимать заповедь но наказана она будет какое возмещение там это решит суд я не знаю но вот так это делается то есть наказание она получит за это теперь так гири верные весы верные эйфа верные гин верные мы это знаем то есть нельзя ворвать это просто заповедь о воровстве что мы должны соблюдать эту заповедь очень симпетильно всевышний нас предупреждает что если мы если мы занимаемся торговлей то мы должны знать что обманывать нельзя ты можешь цену ставить свою какую тебе нужно и здесь тоже очень строгие законы допустим если ты купил какие-то вещи или какие-то яблоки допустим ты купил вот и ты можешь перепродать но небольшой процент несколько процентов можешь добавить сколько там положено и все но свою цену любую ты поставить не можешь в данном случае но это закон такой если ты яблоки пересортировал помыл в сеточки какие коробки теперь уже твой труд вложен теперь ты можешь назначать свою цену и в всех этих вопросах надо советовать с компетентным человеком со специалистом мудрецом который тебе скажет как правильно поступать занимаясь торговлей тут не так все просто что ты хочешь то делать нельзя всегда думать головой и заканчивается наша глава о Амалеке что помнишь что делает и Амалек когда вышли из Египта он напал на вас и убил тех кто ослабо отстал и не побоялся он Бога и мы должны стереть память о Амалеке и не забыть ситуация такая мы бывшие рабы находимся в пустыне еще торумы не получили на Горесинай это была стоянка перед тем как мы подошли к Хореву к Горесинай не было воды мы требуем воду Всевышний дает воду но мы своим языком себе натворили начали говорить есть ли Бог среди нас или нет хотя мы просто в чудесах жили и с неба ман падает перепела прилетают мясо то есть невероятная ситуация в пустыне ни холодно ни жарко шикарные условия но мы договорились своим языком без того чтобы попросить воды как Всевышний от нас хочет мы просили попроси воды если хочешь воду попроси Всевышню воды мы начали требоваться Маше Маше еще немного побьют меня камнями в общем ситуация тяжелая Всевышний сказал стукнуть посоком по скале пошла вода все Маше сделал но мы говорили есть ли Бог среди нас или нет то есть получается мы не видим что Бог с нами и не хотим это признавать и тогда пришел Амалек с огромного расстояния пришел он живет далеко и начал нас убивать реально убивал это единственный случай за всю пустыню когда нас кто-то убил из врагов никто ни разу в пустыне ни одного из нас не убил если мы сами виноваты Всевышний нас наказывал но чтобы враги нет вот этот случай был когда мы уже начинаем сомневаться что есть у нас Бог или нет тогда он приходит Амалек и нас убивает поэтому мы должны это хорошо помнить и никогда так не поступать а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души моего брата Павел Бен Ефим мой дядь Бен Григорий все список который у меня есть дома здесь у меня своего нету за всех людей мы молимся здоровье Рахель Батлилия Клара Батброня Светлана Батклара Фейга Батберта Шимон Бен Гира всем Брахам Парнасак Аванам Мазл Том что мы это время не грешили учили Тору всем Шаббат Шалом прекрасной субботы встретимся мы я надеюсь в Йомри Шон в 15 до встречи до встречи субтитры субтитры